Здравствуйте! В эфире новости на Катунь-24 в студии Дарья Вялкова. В начале выпуска коротко о главном. Нелегальные одноразовые электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости обнаружили сотрудники Барнаульской таможни в одном из вейп-шопов краевой столицы. Порядок оформления инвалидности упростят в России. Об этом сообщили журналистам на пресс-конференции в Краевом Минздраве. 130 лет назад здание Гауптвахты передали Обществу попечения о начальном образовании, чтобы открыть здесь народный дом. Подробнее в сюжете Анны Казанцевой. Общественная палата Алтайского края подписала соглашение с 18 некоммерческими организациями о сотрудничестве во время выборов президента. Они назначены на 17 марта этого года. После подписания соглашения организации начнут совместную работу. Это подбор наблюдателей, их обучение, проведение совместных консультаций, выявление возможных нарушений и оперативное реагирование на них. А также активное ведение социальных сетей. Самое главное, мы работаем в информационном поле. Как говорят, этого не было, если это не оказалось в интернете, в соцсетях. Поэтому информационное обеспечение выборов, информационное обеспечение прозрачности, законности выборов – это как раз наше совместное действие, в первую очередь СНКО. Состав коммерческих организаций, сотрудничающих с общественной палатой, постоянно меняется. Есть и те, кто участвует в выборах впервые. Среди них – Ассоциация национально-культурных объединений Алтая. Они работают в сфере межнационального общения и развития национально-культурных традиций нашего региона. Мы, конечно же, будем взаимодействовать, сотрудничать в качестве наблюдателей. Это в едином центре, я так понимаю. Все моменты отслеживать, чтобы все было честно, справедливо, чисто и открыто для нашего общества. От Ассоциации национально-культурных объединений выступит около 20 человек. Они будут не только наблюдать за проведением выборов, но и принимать звонки от жителей края и отвечать на интересующие их вопросы. Более 250 нелегальных одноразовых электронных сигарет, а также никотиносодержащие жидкости обнаружили сотрудники Барнаульской таможни в одном из вейп-шопов в Краевой столице. Продукцию продавец приобрел в Китае. В ходе проверки выяснилось, что у товара не было специальной маркировки, декларации, подтверждающей прохождение таможни, а также документов и лицензии на производство, хранение и поставку электронных сигарет. Нелегально ввезенная никотиносодержащая продукция иностранного производства была обнаружена в рамках контроля продукции на внутреннем рынке совместно с сотрудниками Главного управления МВД России по Алтайскому краю. Назначена таможенная экспертиза, по результатам которой будет определена рыночная стоимость товаров. Продукция изъята из незаконного оборота, в отношении предпринимателя проводится проверка. Чтобы не нарушать закон, продавцы должны зарегистрироваться. в системе «Честный знак» и предоставить все документы об обороте продукции. Только после этого они имеют право выставлять товар на продажу. Визуальная продукция в сфере вейпинга идет с маркировкой. То есть она как бы так и пикается по кассе. Именно через эту штучку, через сам штрих-код. Ну мы вообще в принципе визуально проходим упаковку товара. И то есть если он имеет для нас код маркировки, это уже значит, что товар как бы по всем законам соответствует. Напомню, с 1 декабря 2023 года действует запрет на торговлю немаркированной продукцией, содержащей никотин. К ней также относятся электронные сигареты и заправные жидкости для них. Штраф за продажу электронных сигарет без маркировки составляет от 30 до 50 тысяч рублей. Порядок оформления инвалидности упростят в России. Об этом сообщили журналистам на пресс-конференции в Краевом Минздраве. Так планируют увеличить сроки действия результатов некоторых анализов и осмотров врачей. Из перечня обязательных обследований планируют исключить 250 позиций. Еще столько же признать заменяемыми на другие. 50 обследований из перечня могут перевести в разряд дополнительных. В ближайшее время будет введен новый приказ, регламентирующий перечень обследований. То есть на сегодняшний день действующий перечень у нас один, мы по нему работаем. До конца года, благодаря инициативе пациентов, перечень был пересмотрен, в каких-то вопросах упрощен, в определенных, для облегчения прохождения обследования перед направлением МСЭ. По данным Минсоцзащиты региона, в Алтайском крае проживает почти 170 тысяч людей с инвалидностью. Около 12 тысяч из них – дети. Гражданин вправе претендовать на льготы от государства, если травма, болезнь или врожденные пороки развития мешают ему обслуживать самого себя, общаться, контролировать поведение или работать. В зависимости от тяжести заболевания присваивается первая, вторая или третья группа инвалидности. Для этого нужно пройти медико-социальную экспертизу. День, то есть месяц нам дается на все это. Если пациент регулярно наблюдается, если он проходит регулярное обследование, то, в принципе, занимает порядка 5-7 дней. Есть действительно нормативные акты, и каждый диагноз подтверждается тем, либо иным, где-то там обследование. Это может инструментальные, лабораторные, либо консультация узких специалистов. Узнать свой ВИЧ-статус всего за 15 минут теперь могут барнаульцы. В Алтайском спид-центре возобновил работу кабинет экспресс-тестирования. В прошлом году в мобильных комплексах свое здоровье проверили 2500 человек. Цифру планируют увеличить благодаря открытию стационарной точки. 1809. Ровно столько новых случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировали в Алтайском крае в прошлом году. Всего же в регионе около 20 тысяч ВИЧ-положительных. Важный метод профилактики заболевания – регулярные обследования. В Алтайском краевом спид-центре возобновил работу кабинет экспресс-тестирования. Важно выявлять болезнь на ранней стадии, поскольку именно на этой стадии у нас есть шанс и сохранить качество жизни пациента, и продлить жизнь пациента. И более того, при своевременной начатой терапии мы делаем так, что человек перестает быть опасным для своего окружения. Сдать экспресс-тест может любой желающий – анонимно, бесплатно и быстро. Предварительная запись не нужна. Специалисты принимают в порядке живой очереди. Егор Назаров – студент-медик. Тестирование проходит регулярно, по долгу службы. Так как я работаю еще на скорой помощи медицинским братом, работаю с ВИЧ-инфицированными пациентами, поэтому только вот такой фактор у меня присутствует. Дали краткую схему действий при аварийной ситуации, при уколе на работе. Во время тестирования специалист проводит консультацию, дает рекомендации и задает вопросы интимного характера, чтобы оценить индивидуальные факторы риска. Сдавать тест на ВИЧ нужно не раньше, чем через 4 недели после предполагаемого момента заражения. В случае обычной проверки – в любой день. Я тоже решила сдать экспресс-тест на ВИЧ. Примерно полгода назад я уже сдавала его в мобильном комплексе. И вот настало время вновь проверить свое здоровье. Результат будет готов через 15 минут. Одна полоска – результат отрицательный. Две полоски – положительный. Кабинет экспресс-тестирования в Барнауле находится по адресу 5-я Западная, 62. Он работает в понедельник, среду и пятницу с 8.30 до 16 часов. Елена Самарина, Анатолий Фукс. Новости. 29 февраля – самый редкий день в году. И что символично, в эту дату по всему миру отмечают Международный день редких заболеваний. В невисокосные годы – 28 февраля. Редкие или, как их еще называют, орфанные заболевания – это те заболевания, которые затрагивают небольшую часть населения. На сегодняшний день их зарегистрировано более 6 тысяч. 72% из них – генетические. Остальные же могут быть вызваны бактериальной или вирусной инфекцией, аллергией, воздействием окружающей среды или редкими видами рака. Подробнее об этом сегодня в 17.30 на нашем телеканале в прямом эфире программы «Катунь. Здоровье» расскажет главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава Алтайского края, заведующий медико-генетической консультацией Диагностического центра Алтайского края, кандидат медицинских наук Александр Михайлович Никонов. Ведущая программы Лариса Альмяшева – врач-невролог высшей категории Центра восстановительной терапии. Алтайский край готов к весеннему половодию. Об этом заявил губернатор Виктор Томенко. Для защиты населенных пунктов в крае работает система гидротехнических сооружений. Они есть в Бийске, Черышском и Красногорском районах. В этом году ГТС построят еще и в Краснощоковском районе. На работы направили более полумиллиарда рублей из федерального бюджета. На случай чрезвычайных ситуаций в регионе подготовили более 400 пунктов временного размещения на 60 тысяч человек. К другим темам. Воспитанники Бийской детской музыкальной школы номер один завоевали 12 наград на международном конкурсе композитора Александра Ермолова в Екатеринбурге. Алтайский край представляли 20 юных музыкантов, 13 скрипачей и 7 вокалистов. Дети исполнили современные эстрадные песни композиторов Анны Петряшевой, Алексея Ольханского и Александра Ермолова. В номинации «Инструментальное исполнительство» ансамбль скрипачей стал лауреатом первой степени. Еще две скрипачки, выступающие сольно, стали лауреатами первой и второй степеней. У вокалистов 7 наград, 3 лауреата и 4 диплома. 130 лет назад здание Гауптвахты передали Обществу попечения о начальном образовании, чтобы открыть здесь народный дом. Подробнее в сюжете Анны Казанцевой. 130 лет назад сад и здание бывшей Гауптвахты передали Обществу попечения о начальном образовании. Здесь хотели построить народный дом. История здания, которое сейчас нам известно как Алтайская государственная филармония, уходит корнями в 1820-е годы, когда здесь была построена Гауптвахта. Почти полвека просуществовало это здание, после чего в 1865 году сгорело и больше не восстанавливалось. Кстати, улица Ползунова, на которой раньше находилась Гауптвахта, носила другое название. Ее называли улица по левую руку от казарм, так как на площади Свободы раньше располагались казармы горнострелкового батальона. Затем название поменяли на главную офицерскую улицу. А после строительства в середине 19 века Петропавловской церкви, она стала Петропавловской линией. И лишь в 1947 году улицу назвали в честь великого изобретателя Ивана Ивановича Ползунова. Так как даже Гауптвахта стала народным домом. Дело в том, что основатель Общества попечения о начальном образовании Василий Константинович Тильке занимался не только образованием, но и культурой. Театральная жизнь Барнаула во многом обязана именно ему. Общество устраивало интересные спектакли, но недорогие, на которые горожане ходили с удовольствием. Но не хватало только здания, где это можно было бы проводить. Так, в 1893 году, 130 лет назад, начальник Алтайского горного округа бесплатно предоставил на все время существования общества сад. Ныне парк Центрального района и здание сгоревшей тюрьмы. Теперь было место, где можно построить народный дом, да только денег на это нет. Тогда Штильке обращается за помощью к общественности и государству. И почти через пять лет, в 1897 году, накопилось 28 тысяч рублей. 10 тысяч рублей субсидия от Министерства финансов, 5 тысяч в пожертвовании Мецената Иннокентия Михайловича Сибирякова, 2 тысячи рублей дал бийский купец Первой гильдии Алексей Федорович Морозов, Главное управление Алтайского округа предоставили 900 рублей, и 3 тысячи рублей пожертвовали другие лица. Наконец, в декабре 1900 года, более 123 лет назад, состоялось торжественное открытие Народного дома, который с начала 20 века и до наших времен остается одним из главных центров культурной жизни Барнаула. Анна Казанцева, Дмитрий Козерлыга, Новости. А теперь о культурных проектах. Этот довольно необычный. 29 февраля начнет свою работу выставка оружия из зоны СВО. Без возрастных ограничений. Собрание из фондов Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и связей Минобороны. Причем на экспозиции будут представлены как образцы вооружения российской армии, так и противника, которые поставляли оружие на Украину из Швеции, США и других государств. Отдельно будет показано и защитное обмундирование обеих сторон – шлемы и бронежилеты. Самым эмоциональным, считают организаторы, будет работа известного алтайского художника Александра Емельянова «Прощание славянки» и фотографии с СВО. Выставка называется «Время выбрало нас». К этому часу у меня все новости. Оставайтесь с нами на телеканале Катунь-24.